Десять лет более двух миллионов человек участвовали в легендарной комсомольской стройке Байкало-Амурской магистрали. В этом году БАМу исполняется уже 50 лет. В честь этого Почта России выпустила уникальную марку. Выпущено ограниченное количество, это 72 тысячи по Российской Федерации. У нас в республике 100 конвертов. Марка гасится, от этого, соответственно, ее вырастает ценность. Сейчас она стоит 50 рублей. Специальные гашения марок прошли по всей России. В Иркутске, Тайшете, Москве, Хабаровске, Чите и многих других городах. Приобрести их можно будет в некоторых почтовых отделениях. В Улан-Удэ, например, в главпочтамте. Сегодня правительством по поручению президента реализуются проекты развития БАМ. Первый этап, второй этап, буквально последние несколько недель утвержден проект третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали. Вот эта марка, символ, память тех лет и тем людям, которые начинали БАМ. Следующим оттиск на конверт ставит Алексей Александрович Дружинин. Вот так выглядит марка после гашения. Специальный штемпель, которым сделали оттиск, действует всего один день. То есть, эта партия марок уникальна. И совсем скоро станет мечтой всех филателлистов. Далее для гостей провели экскурсию по железнодорожному колледжу. Сотрудникам и студентам есть что показать. В 2022 году учреждение вошло в федеральную программу профессионалитет. И сюда закупили современное оборудование и тренажеры. Это все оборудование построено руками учащихся. Здесь они тренируются и приобретают навыки. Как в жизни будут работать? Это тренажер мотовоза МПТ-6. С оригинальным пультом управления, 3D-графикой. То есть, это такой симулятор, почувствуя себя машинистом? Да, да, мотовоза. Для освоения навыков управления, приведения в рабочее состояние. Также по программе профессионалитет студенты по выпуску получают сразу три профессии. Эти программы у нас практикоориентированы. То есть, это те студенты, которые обучаются у нас по целевым программам. И их непосредственно уже ждет работодатель на рабочих своих местах. Именно с теми профессиями, которые нужны на данный момент на предприятиях железнодорожного транспорта. Итого у нас уже по программам профессионалитета обучается 190 человек. Ежегодно из колледжа выпускается более 400 человек. Из них, по словам директора, 87% сразу трудоустраиваются. Однако специалистов все же не хватает. Нам действительно не хватает рабочих, квалифицированных рабочих. Крайние впечатления колледжа, они положительные. Видим людей, увлеченных своим делом. Востребованность железнодорожных специальностей очень высокая. И я хотел всем землякам нашим сказать, ребятам в первую очередь, которые сегодня выпускаются из школы и думают, куда пойти. Железнодорожное направление одно из востребованных. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ.